Здравствуйте! В эфире программа «Деловая неделя». Здесь мы подводим итоги минувшей пятидневки, обсуждаем основные события политики, экономики, бизнеса, региона и города. Сегодня в программе. Захочешь купить – не купишь. Ипотека выросла, предложений на рынке мало. Количество сделок с недвижимостью в Магнитогорске сократилось на 50%. Если увидели завышение цен на продукты первой необходимости или жизненно важные лекарственные препараты, сообщайте в Уфас. В ЗАГС Собрании региона обсудили меры по стабилизации цен на продовольственные и непродовольственные товары. Кто имеет право на новые выплаты на детей с 8 до 17 лет, которые анонсировал президент? Мы поговорим со специалистом соцзащиты. За месяц в половину рухнуло количество сделок с недвижимостью как в Магнитогорске, так и по стране в целом. Основная причина – нестабильная экономическая ситуация и повышенные ставки на ипотеку. Ведь в России 80% покупателей приобретают жилье в кредит. Что ждать от рынка недвижимости сегодня и в ближайшее время? Кирилл присматривает новую квартиру. Говорит, решил продать свою, добавить денег, взяв небольшой кредит и купить более просторное с хорошим ремонтом жилье. Решили с женой жилплощадь расширить и начали присматривать. Присматриваем уже давно квартиры. Еще, наверное, с конца прошлого года. Сейчас, в связи с теми событиями, которые происходят, и предложение стало поменьше, и цены выросли. На самом деле, в последний месяц цены на недвижимость не растут, а скорее наоборот. Начинают идти на спад. По словам заместителя руководителя риэлторской компании Ольги Галиновской, стоимость квартир за месяц в Магнитогорске упала в среднем на 100-200 тысяч рублей. Связано это в первую очередь с сегодняшней нестабильной экономической ситуацией и, конечно, с тем, что банки повысили ставки на ипотеку. Ценники сейчас приблизительно у нас, если взять стандартные квартиры, ну там Брежневка, Хрущевка, Улучшенка, однокомнатный ценник будет варьироваться от 1,5 до 2 миллионов. Если это уже нестандартно, то выше 2. Двушки, опять же, Брежневки, Хрущевки, Улучшенки от 2 до 3,200. Если уже другой застройщик, другой ремонт, другая площадь. Естественно, ценник выше. Он будет и 4, и 5, и 6. И трехкомнатные квартиры, опять же, хочу сказать о стандартных, то есть от 3 и выше. Еще одна особенность ситуации. Сегодня люди не готовы платить за голые стены, говорит риэлтор. Если на рынок выходит какая-то хорошая квартира, даже по высокой цене с отличным ремонтом, ее очень быстро забирают. Например, на эту двухкомнатную квартиру площадью 61 квадратный метр в Ленинском районе целая очередь из покупателей, утверждает Ольга Галиновская. Между тем, ее стоимость 4 миллиона 200 рублей. Люди предпочитают сейчас купить все-таки жилье готовое. С ремонтом это самое большое предпочтение. Пришел, увидел и понимаешь, что денег сюда вкладывать не нужно. Ты сразу понимаешь, сколько ты уже оплачиваешь. Если взять чуть раньше время, скажем так, до Нового года, то там все-таки люди смотрели без ремонта. Подешевле, без ремонта. Что касается частного сектора, по словам риэлтора, в основном люди с деньгами приобретают у застройщика таунхаусы. В среднем 73 метра в черновой отделке обходится в 4 миллиона рублей и более. Отдельно стоящий дом 100 квадратов в черновой отделке 6 миллионов 700 тысяч. А вот вторички в частном секторе сегодня мало. Нередко собственники завышают цены и дома не продаются. По словам риэлторов, в Магнитогорске за последний месяц рост сделок с недвижимостью упал на 50%. После резкой дестабилизации рубля рынок недвижимости пришел волнение. С одной стороны, с повышением ключевой ставки центра банка до рекордных 20%, банки были вынуждены в срочном порядке пересматривать условия своих ипотечных продуктов. Что касается льготной ипотеки, напомню, в конце марта Владимир Путин поддержал идею правительства России поднять ставку с 7 до 12%. Напомню, в стране до 1 июля действовала льготная ипотечная программа для кредитов до 3 миллионов по ставке 7%. Сейчас правительство посчитало, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. Я все-таки считаю, и не только я, что ценник маленько упадет. Он упадет и на первичку, соответственно, вместе с первичкой упадет и вторичка. Потому что у нас всегда так. Поднимается металл цена, поднимается новостройка, поднимается вторичка. Сейчас металл в цене становится ниже. Новые застройки, которые начинают строиться, ценник там будет ниже. Естественно, вторичка у нас тоже упадет. Сейчас более или менее рынок выровняется, потому что, если брать до нового года, цены были просто огромные. Не соответствуют товару. С другой стороны, сократился объем предложений на вторичном рынке, который в последнее время и так показывал устойчивую тенденцию к сокращению. Многие люди не готовы просто так продать и сидеть с наличкой. Другое дело, если в один день продавать и покупать себе что-то другое. Так риски уменьшаются. Стройку своего дома после продажи квартиры тоже сейчас, как считают многие, не самое удачное время вкладываться. Потому что цены на стройматериалы, скорее всего, снова взлетят. Лучше подождать до снятия лютых санкций. По мнению экспертов, все эти причины приведут к стагнации на рынке, которая продлится до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Время спасать экономику региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса в рамках первого пакета мер помощи в связи с санкционным давлением на экономику, сообщает пресс-служба главы региона. В частности, увеличен общий объем финансовой поддержки по льготным микрозаймам. Будут запущены новые льготные программы для малых и средних предприятий в сфере промышленности, которые занимаются импортозамещением. Расширен спектр инструментов нефинансовой поддержки для действующих субъектов МСП. Поддержка будет организована через центр «Мой бизнес». В центре предприниматели могут получить финансовую, имущественную, образовательную и консультационную поддержку. Еще одно направление, которое курирует Институт развития – привлечение и сопровождение инвесторов. Здесь также могут помочь сельскохозяйственным производителям, самозанятым, социальным предпринимателям. В ЗАГС собрания региона обсудили еще одну важную сегодня тему – меры по стабилизации цен на продовольственные и непродовольственные товары. В совещании приняли участие председатель областного парламента Александр Лазарев, депутаты законодательного собрания, представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области и территориального органа Росздравнадзора. Так, по словам руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анны Козловой, сегодня во взаимодействии с прокуратурой и органами власти региона проходят контрольные мероприятия по вопросам ценообразования на социально значимые товары. В марте были выявлены нарушения в сетевых магазинах на территории Сосновского и Снежинского районов. По предварительным данным, стоимость на некоторые социально значимые продовольственные товары первой необходимости там была выше, чем в других районах. При наличии признаков нарушений компаниям направляются предупреждения о необходимости снизить цены на указанные продукты. Проводили мониторинг цент на продукты и депутаты ЗСО. По словам председателя Александра Лазарева, несмотря на то, что ситуация с наличием продуктов сегодня стабилизировалась, работа будет продолжена. И сегодня проговорили те меры поддержки, чем занимается сегодня управление антимонопольной федеральной службы, также Росздравнадзора. Обсудили вопросы, какие решения можно предпринимать, какое взаимодействие необходимо сегодня с нашей стороны, как и депутатов законодательного уровня. Какие меры поддержки мы можем федеральным органам власти оказать и выйти с какими-то инициативами, с их предложениями на федеральный уровень, чтобы оперативно решать вопросы и, конечно же, стараться сдержать цены. Также мониторинг цены, наличие на полках аптек лекарственных жизненно важных препаратов ведет Росздравнадзор в Печелябинской области. По словам руководителя ведомства Ларисы Землянской, на 2022 год перечень жизненно важных препаратов включает более 5000 торговых наименований. И согласно данным мониторинга, завышение предельных отпускных цен на лекарственные препараты из перечня не выявлено. Если жители области увидели завышение цен на продукты первой необходимости или жизненно важные лекарственные препараты, об этом необходимо сообщить Федеральную антимонопольную службу. В конце марта президент России анонсировал новую меру поддержки семей с детьми, которая должна действовать с апреля. Выплаты будут установлены на детей от 8 до 17 лет для всех семей с невысокими доходами. Об этом, а также о том, какие выплаты сегодня еще положены малообеспеченным семьям и семьям с детьми, мы спросим у начальника отдела назначений социальных пособий Управления защитой администрации Магнитогорска Олеси Шепель. Олеса Хамитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с единовременного пособия в связи с рождением второго ребенка. Это новая мера поддержки. Кто ее может получить? Да, это новая мера социальной поддержки семей, малообеспеченной семей, в которых рожден второй ребенок, начиная с 1 января 2022 года. Кто имеет право на данное пособие? Право имеет семья, в которой рожден ребенок, вторым, начиная с 1 января 2022 года. Семья должна быть малообеспеченной, то есть средневешевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в регионе. А именно 11 887 рублей. И обязательно требуется занятость отца ребенка, то есть папа должен быть либо работающим, либо признанным официально безработным. В случае, если папа не работает и осуществляет уход за ребенком до трехлетнего возраста, требование занятости обязательно становится по отношению к маме. Размер ежемесячной выплаты 6222 рубля, в размере 50% величины прожиточного минимума на ребенка. А что касается выплат на детей с 8 до 17 лет, которые анонсировал президент? С 1 апреля текущего года по указу президента вводится новая мера поддержки малообеспеченных семей. Она касается детей возрастной категории от 8 до 17 лет. В настоящее время выплата для детей данной возрастной категории уже существует, но она касается только неполных семей, в которых ребенок воспитывается одиноким родителем. С 1 апреля же текущего года данная выплата будет распространяться на все семьи с низким доходом, семьи, в которых имеются дети возрасте от 8 до 16 лет. В ближайшее время правительством Российской Федерации будут утверждены условия и порядок назначения выплаты. Выплата будет осуществляться пенсионным фондом Российской Федерации. Размер выплаты будет зависеть от доходов конкретной семьи, начиная от 50% от величины прожиточного минимума на ребенка, заканчивая 100% от величины прожиточного минимума. Обратиться с заявлением на назначение выплаты можно не ранее 1 мая 2022 года, и при этом выплата будет назначена начиная с апреля текущего года. То есть при обращении в мае заявители получат выплату за апрель и за май. И не все знают об областном пособии при рождении ребенка. Там вот сейчас выплачивается фиксированная сумма. Да, до 1 декабря 2022 года размер выплаты был ранжированным в зависимости от очередности рождения ребенка, начиная от 2 тысяч и заканчивая 6 тысячами рублей. Для детей, рожденных после 1 декабря 2021 года, размер выплаты стал фиксированным 6 тысяч рублей, независимо от очередности рождения ребенка. Спасибо. Это была Олеся Шепель, начальник отдела назначения социальных пособий Управления соцзащитой администрации Магнитогорска. Магнитогорский металлургический комбинат завоевал 3 золота и 1 серебро на юбилейном 25-м московском международном салоне изобретений инновационных технологий «Архимед», сообщает пресс-служба ММК. В этом году комбинат представил 4 запатентованные изобретения. Так, одна из золотых наград была присуждена ПАО ММК за разработку способа производства рулонов горячекатанной полосы из криогенной конструкционной стали. Данный металлопрокат можно использовать в сфере производства, транспортировки и хранения жиженых газов. Также золотой медалью была награждена разработка способа производства толстолистового проката из низколлегированной стали для труб. Этот высококачественный прокат применяется для изготовления электросварных примашевных труб, которые используются при строительстве магистральных нефтегазопроводов в северных широтах. Так, в 2021 году ММК реализовал потребителям более 11 тысяч тонн подобного проката. Еще одна инновационная разработка ПАО ММК, удостоенная золотой медали «Архимеда», это способ производства листового проката из конструкционной холодостойкой стали. Такого рода конструкционные стали северного исполнения могут быть использованы для изготовления различных элементов металлоконструкции, а также в судостроении, строительстве и других областях. В прошлом году комбинат отгрузил 6 600 тонн такого проката. И, наконец, серебряной медали салона «Архимед-2022» была удостоена разработка способа производства листового проката из низколлегированной трубной стали. Этот прокат также предназначен для изготовления электросварных труб для магистральных трубопроводов. Все эти изобретения имеют большое народно-хозяйственное значение, так как очень востребованы в ключевых отраслях и сферах экономики России. Это была программа «Деловая неделя». До встречи на телеканале ТВИН. Редактор субтитров А.Семкин